Дорогие друзья, с вами Умка и сегодня я буду играть в Wildcraft. Тема нашей игры это, скорее всего, будет небольшое обучение, небольшой гайд для новичков, как играть в Wildcraft. Это будет, скорее всего, несколько советов от меня, которыми лично я пользовалась, пользуюсь и буду пользоваться по сей день. Ну, устраивайтесь поудобнее и мы поехали. Итак, как играть в Wildcraft? Вы маленький, беспомощный, 10 или 1 уровень. Вы не можете победить даже лося. Как же его победить? Все очень просто. На начальных уровнях опыт дается гораздо быстрее, чем, например, на 152 или 180. Вы прокачиваете своего волка. У вас на данный момент будет волк до уровня 15. Смотрите на энергию. У лося 3000 здоровья. У вас есть два ваших помощника. Это ваш партнер и ваш детеныш. Выполняйте задание. Побеждайте мобов. Когда вы дойдете до 15 уровня и немножечко прокачаете свою семью, побеждать лося будет проще. У вас будет хватать энергии для победы лося. Ставите на фиксированную камеру и бегайте вокруг него. Только не уйдите с круга, а то он у вас вернется на свое место и добивать вам будет его сложнее. Потому что первый удар он все равно вам наносит. Далее. Победили вы бой золося. Вы такой крутой. Забрали свои гемы. Не тратьте гемы на новое животное. Как бы оно вам не хотелось его получить, не тратьте на новое животное. Купите себе пета. Самые первые петы, они по-моему стоят 90 монет. 90 вернее кристаллов. Копите 90 кристаллов. Докачивайтесь до 50 уровня, например. Ну вообще на первого пета, если у вас несчастливый аккаунт, например, у меня несчастливый аккаунт, у меня петы выпадают очень редко. Копите на нового пета. Ну выпад, самые первые, самые начальные, тот же самый кролик, тот же самый котенок, та же самая собачка, они стоят 90 кристаллов. Вот. Олень. 90 кристаллов он стоит. Я точно помню. Кролик. Коровка. Енотик. Собачка. Лисичка. Короче, до котенка все стоит 90 кристаллов. Далее уже будет чуть-чуть посложнее. Пытайтесь накопить на пета. Он вам по прокачке очень хорошо поможет. Я не знаю, многие говорят, при прокачке пета лучше не включать. Я включаю. И до 200 уровня моих животных, а я качала коня, качаю лису, качала гепарда, все с петами. Он мне очень хорошо помог. Далее. Прокачали вы на первом боссе своего зверя. До 30 уровня вы можете из диких степей просто не вылазить. Потому что вам будет весьма и весьма комфортно. Потому что до 30 уровня лось будет вам давать 2000 монет. И до 30 уровня вы неплохо так прокачаете и себя, и свою семью. Далее вы переходите на зимний лес, где босс уже чуть-чуть, конечно, посерьезнее. Это медведь. Большой медведь или гигантский медведь. Я уже не помню название этих боссов. Но в зимнем лесу можно будет на него посмотреть. Там уже у вас будет квест. Ну, он будет как бы рядом лежащий квест. Это надо будет родить еще одного малыша. Тогда вас уже 4. Один вы бегающий вокруг и 3 ваших помощника. 4 вместе с петом. Вы прокачиваете своего маленького малыша. Качаете его, например, до 10 уровня, чтобы он был вам хотя бы немножко полезен. И несетесь на медведя. На 30 уровне, в принципе, вы тоже можете победить. Но с условием того, что у вас неплохо прокачанная семья. Например, до 25, там кто-то до 30, ваш партнер, например, будет прокачан до 28-25 уровня. А может и до 30, так же, как и вы. В общем, вот. И внесетесь на медведя. Медведь дает 4 тысячи до 50 уровня. После 50 уровня монеты резко понижаются, становятся 2 тысячи. А на других уровнях 60, ну, например, на 60 уровне он вам будет давать слишком копейки. Оно вам уже будет не надо. Прокачались вы до 50 уровня, выполняя квесты на ферме. И идете на разрееного быка. Вот тут уже серьезно. Вот тут вам придется либо идти в онлайн, побеждать его вместе со своими, ну, участниками на сервере. Либо брать себя в руки, умирать, отбегать, умирать, отбегать и пытаться победить быка. Рано или поздно вы все равно его победите. Там уже идет четвертый. Нет, третий малыш, который будет помогать вам. Короче, вся фишка начального уровня состоит в том, что вы качаетесь в основном с семьей. То есть, семья вам пока помогает. Далее она будет вам уже просто мешать. Хотя, если вы хотите добраться до ранга грандмастер или чемпион дикого мира, то качать семью вам все равно придется. Но это пока вы, конечно, не хотите качать ранг. Вы хотите прокачать исключительно зверя. Для этого, когда вы прокачаетесь до сотого уровня, до сотого уровня вы можете качаться на разреленном быке и получать 10 тысяч монет. Круто, правда? 10 тысяч монет все-таки это круто. Убив 10 таких быков, вы можете спокойно накопить свою первую сотню сундуков и открыть их. А также прокачать себя и свою семью. Короче, как уже хотите. После сотого уровня настоятельно рекомендую. Даже после 50 уровня. Я забыла тут вам немножечко помочь. После 50 уровня. Берите трансформацию. За яйца. За вот такие вот яйца. Вам будет выпадать трансформация. Змея, там лиса. Ну, змея, олень. Я сейчас играю на трансформации. Берите трансформацию. Если вы качаете волка, то там какая-то определенная трансформация. Я уже, если честно, не помню. Ну, короче. Берете трансформацию и несетесь на ней. Чем хороша трансформация? Она увеличивает получение опыта на 20 или 50%. Ну, по-моему, на 25%. Прокачка будет быстрее. Особенно, когда вы будете взрослым уже большим уровнем. Например, 150 или даже 140 уровнем. Вы заметите разницу, как быстро вы прокачиваетесь на трансформации. Максимальное количество часов, когда вы можете играть на трансформации, это 10 часов. Вы выбиваете 10 часов и можете 10 часов спокойно играть на трансформации и быстренько прокачиваться. Далее, после сотого уровня я настоятельно рекомендую вам оставить семью свою в покое и идти в онлайн. Чем онлайн хорош? Во-первых, вы уже сотый уровень. Вы уже можете пойти на саванну и попытаться победить носорога. Потому что сотый уровень это все-таки немножко больше энергии, немножко больше сил, немножко больше здоровья, урона. И пэт ваш уже немножко прокачан. Ну, лучше прокачан, чем был. Вы идете на саванну, побеждаете сначала слона. Он 70 уровня, потом идете на носорога, побеждаете его. Короче, несколько раз побеждаете носорога и уже, ну, кто-то идет на долину гигантов. Там есть ужасающий лев и старый волк. Старый волк, он 90 уровня, дает 9000 монет. Ну, не знаю, ребят, на любителя. Я прокачивалась на ужасающем леве только до 150 уровня. И то, это при том, то, что у меня пэт 200 уровня был уже изначально, когда я начала играть на этом аккаунте. А аккаунт у меня, как вы все знаете, подаренный. Мне подарили его. Ну, я прокачивалась на ужасающем леве до 150 уровня. Ужасающий лев, он до 140 уровня дает то ли 12000, то ли 16000 монет. Тоже хорошая ощущимая сумма, да? На нем можно спокойно прокачиваться и тоже копить монетки, потому что монетки вам будут нужны для того, чтобы прокачивать вашего главного зверя. Но, опять же, если вы не можете победить ужасающего лева, не хватает вам энергии, пэт слабый, вы идете, возвращаетесь на носорога и качаетесь в саванне. В саванне до седьмого пота. Далее, когда уже вы увидите, что вы достаточно крепкие, энергии много, пэт уже 130 уровня, бегите к ужасающему льву. Копите монетки, копите, в общем, все копите, прокачивайте уровень и дальше идете на... Кто-то идет на японский лес, там прокачивается, потому что там есть гималайский медведь, он 160 уровня. Он, конечно, много не дает, ну, хп, опыта, вернее, но прокачаться там тоже можно. На гималайском медведе я качалась до 165 уровня, потом на Японии мне не понравилось, я перешла опять на ужасающего льва, переходила часто на ужасающего льва и качалась уже там. Далее просто пошла на этого на Тигона, но это уже в джунглях было, и качалась там. Честно сказать, Тигона побеждать даже при моем пэте 200 уровня очень тяжело. Энергии может просто тупо не хватить. Даже мой 150 уровень, ну, энергии может просто тупо не хватить. И я прокачивалась на нем только вот начиная со 180 до 100, до 200 уровня я качалась на нем. Ну, плюс-минус бегала там в Египет и побеждала Анубиса. Там еще квесты выполняла. Короче, ваша основная задача это прокачаться до 100 уровня. Дальше вам будет уже легче прокачиваться, и вы можете уже брать новое животное, потому что 100 уровень, вы можете спокойно взять зверя 100 уровня, поднакачать немножко, поднабрать монеток, и бежать покупать, ну, вернее, прокачивать своего слабого зверя. По той же технике, которой прокачивалась и я. Если честно, мне моя техника, ну, кажется, удобной для меня. Кто-то скажет, что это очень сложно, и прокачиваться, бегая по разным боссам, это, ну, надоедает, и становится неинтересным. Да, но сидеть на одном и том же боссе, знаете, тоже не прикольно, а пробовать себя на других боссах вполне себе логично. Плюсиком, знаете, что еще хочу вам рассказать? Я, ну, недавно нашла такой прикол в прокачке. Есть же квесты. Иногда квесты становятся очень скучными, и их лень проходить. И неинтересно. И, ну, не нравятся квесты. Я беру листочек и прохожусь по разным биомам. Ну, для себя я беру биом саванну, биом джунглей и биом какой еще? Ну, иногда бывает озера саванны, но это редко. И прохожу, и захожу в меню. В меню есть такой прикольный список мобов. Какие мобы есть в биоме? Я смотрю, так, эти мобы часто попадаются, эти не часто. И беру записыванный листочек. Например, квест у меня убит 25 гиен или 45 там фламинго или 13 там зебр. Поверьте, это помогает прокачке. Вы начинаете зацикливаться на каких-то определенных мобов и не замечаете, как быстро у вас поднимается уровень. А если вы будете постоянно смотреть так, этот моб мне мало дает, я не буду на нем его убивать, он мне не нравится, пойду на босса. Ай, босс тоже мало дает, не буду убивать босса, пойду на мобов. Так, вы, конечно, очень много времени потратите, выискивая моба, который вам дает больше опыта. Не выискивайте такого моба, берите, как я, записывайте в листочек. Так, сегодняшний квест у меня там, например, 15 ген. Можете даже босса приписать, тоже очень полезно. И монетки подкопите, и опыт чуть-чуть быстрее наберете. Кто-то предлагает такой способ прокачки, я часто видела, люди прокачиваются, короче, они заспавнились, и пока бегут до босса, убивают разных мобов. Потом, после того, как убивают босса, до появления босса, убивают еще мобов. Короче, прокачиваются. Я пыталась прокачиваться по такому способу, но мне, не знаю, я такой способ тоже использую, но мне ближе по квестам, по целям, которые я себе поставила на сегодняшний день. Но пока я снимаю это видео, я, конечно, убиваю всех мобов, как бы разбора нету, даже плюс квест выполняю, в общем, да, тут у меня есть иногда выполняю, иногда не выполняю, в общем, квесты у меня могут висеть от недели и больше. Вот такие вот дела по игре Wildcraft. Не знаю, помогли вам мои советы, не помогли вам мои советы, но я прокачиваюсь именно вот так. Мне так удобнее, мне так нравится, я так уже привыкла. И вот, когда я была маленьким уровнем и играла со своей семьей, я жила в саванне, ну, грубо говоря, жила в саванне, я прокачивалась там и копила монетки. Я на листочке, посчитав на калькуляторе, когда еще не было долины гигантов, вычислила, как можно быстро и легко накопить 99 монет. В общем, там прикол такой. босс на сарок дает 12000 монет, слон дает 7000 монет, бык дает 10000 монет. Я взяла калькулятор и высчитала, сколько тысяч мне может дать в общей сумме. 10 плюс 12 плюс 7. Это будет 22, 22 плюс 7, это будет 29. 29 плюс 12 уже будет 40 с чем-то. Короче, 41, по-моему. Вот так я и прокачиваюсь. Потом опять шла на быка, потом опять шла на слона, потом на носорога. Вот как-то так. Потом, конечно, приходилось немножко менять тактику, так как где-то я не добирала, где-то там не получалось. В общем, быстро прокачивала и набирала монетки. Но это что насчет монеток касается, если вы хотите быстро набрать монетки. Просто возьмите и посчитайте, сколько вы получите общее, если убьете быка, носорога и слона. Ну что ж, на этом буду заканчивать. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если были полезны для вас мои советы, пишите в комментариях, я буду очень рада. Если нет, то предлагайте свои, тоже буду пробовать, тоже буду пользоваться, как вы прокачиваетесь. Если возникнут какие-то вопросы, тоже задавайте, тоже буду на них отвечать, буду снимать по ним видео. Ну, в общем, все. С вами была Умка и всем до скорой встречи. Спасибо. Спасибо. .